Здравствуйте! Мы с вами сегодня разбираем алгебраические выражения дроби. Если вопросы будут, вы пишите в чат в дискорде. Давайте смотреть. Домашнее задание вам, если что, проверит и задаст Светлана Александровна сама. Я ее сегодня заменяю. Немножко приболела. И давайте смотреть. Алгебраические выражения и дроби. Нам нужны будут с вами сегодня формулы сокращенного умножения. Вообще желательно их, конечно, выучить. Основные формулы, которые вам будут нужны на всякий пожарный, я напомню, это разность квадратов. А минус B, первая скобка, вторая скобка А плюс B. Дальше. Еще нам нужна будет формула квадрат суммы или разности. Если у кого-то нет их себе, пожалуйста, продублируйте. Квадрат первого. Плюс-минус удвоенное произведение первого на второе и плюс квадрат второго. Дальше. Что у нас с вами сегодня еще будет нужно? Это свойства степени. Я напоминаю, что при умножении показателя мы с вами складываем, при делении вычитаем, при взведении в степень перемножаем. Задания здесь у нас, в принципе, я думаю, базовые. Ну, как будто основные формулы я вам записала. Ну, что еще может пригодиться? Это для кубов только еще, да, формула. А в кубе плюс-минус B в кубе. Это у нас получается первая скобка с такими же знаками, как и были у кубов в разности суммы или разности, да. Вторая скобка у нас получается знаки. Сначала идет квадрат первого, потом знаки меняем местами. Был плюс, здесь будет тогда минус. То есть вот просто произведение первого на второе и квадрат второго, плюс квадрат второго. Разница между суммой, ну, квадратом суммы, да, и суммой разностью кубов заключается в том, что, смотрите, вот здесь вот у нас удвоенное произведение, да, а здесь этого удвоенного произведения нет. То есть здесь называется это неполным квадратом. Ну, немножко я формула напомнила, и давайте-ка сразу решать. Итак, первое выражение, вот оно у нас, да, вы его сразу записываете. Обратите внимание вот на что. У нас есть 5х минус 4у, все это в квадрате. Вычитаем мы с вами 5х плюс 4у и тоже в квадрате, да. Я думаю, вам, наверное, все-таки это немножко напомнило уже какую-то формулу, да. Внизу у нас, вот деление лучше записать в виде дроби, минус 16ху. Вот она, формула разность квадратов. Вот у нас а в квадрате и минус b в квадрате, да. Выписываем. В первой формуле должно быть а минус b, то есть переписываем 5х минус 4у минус b. И списываем вот оно, 5х плюс 4у. То есть вот а минус b. Умножаем на вторую скобку. В скобке должно быть у нас с вами а плюс b. Вместо а у нас 5х минус 4у. Переписываем 5х минус 4у. Плюс b, значит, пишем плюс. Ну и просто переписываем. Раз плюс, знаки не меняются, значит, без скобочки пишем. 5х плюс 4у. Знаменатель переписываем пока минус 16ху. Не теряйте знаменатели. Ну, давайте-ка раскроем сразу скобки. Что у нас получается в первой скобочке? 5х минус 4у. Минус дальше 5х. И минус на плюс нам дает тоже минус 4у. Вторую скобку преобразовываем. Здесь, в принципе, у нас уже все скобочки раскрыты. Можно посчитать, да. 5х и еще 5х. Получаем 10х. Минус 4у плюс 4у. И они у нас взаимно уничтожились. Все. Все, что у нас осталось от первой скобки. Минус 16ху переписали. В принципе, уже можно, я думаю, немножко сократить. Значит, мы сокращаем, наверное, на 2. Здесь у нас остается 5. 16 делим на 2, будет 8. И, наверное, можно х еще сократить. Вот он, х. Первую скобку упрощаем. 5х. Отнимаем 5х. Х не остались, уничтожились они взаимно. Минус 4у. И еще минус 4у будет. Минус 8у. И от второй скобки у нас осталась просто цифра 5. В знаменателе осталось у нас минус 8у. Скорощаем, остается просто число 5. Ничего такого страшного с этими выражениями нет. Так. Смотрим следующее выражение. Здесь немножечко получается, ну, как бы, вот, менее такое красивое, да, на мой взгляд. В этом выражении нам нужно будет найти какое-то выражение, да, то есть как с подстановкой сделать. Смотрите. 3п. П – это функция какая-то. От чего? От х минус 4. Вычитаем p от 3х. Теперь p от х функции – это 4х плюс 2. Значит, смотрите, что получается. Мы должны вместо вот аргумента, да, функцию p от х подставить вот это выражение, то, которое сейчас у нас является аргументом. То есть аргумент, вот он, записан в скобочках. Вот все это, вот оно, это аргумент нашей функции. То есть выражение вот это вместо х мы должны будем записать. Ну, давайте попробуем посчитать. Итак, p от х минус 4. Считаем. Значит, нам нужно 4 умножить вот на аргумент, да, этой функции. А аргумент у нас х минус 4. Значит, мы умножаем на х минус 4. Еще раз, вместо х у нас вот это выражение х минус 4, то, которое в скобках записано. Ну, а дальше просто плюс 2, свободный член этого выражения. Раскрываем скобки, упрощаем, да, 4х минус 16 плюс 2. Получаем мы с вами 4х минус 14, да. Так. Теперь нам нужно еще посчитать p от 3х. То есть вместо аргумента, вот, 4х плюс 2, да, у нас будет целых 3х вместо х. Вот записываем 4 умножить на 3х, вот он, аргумент наш новый, плюс 2. Упрощаем выражение, получаем, что 12х плюс… х потерялся, плюс 2. Но осталось только их вычесть, да. 3 умножаем, да, на p от х минус 4. Мы уже его посчитали. И вычитаем p от 3х. Смотрим. Значит, нам нужно 3 умножить на p от х минус 4. Вот оно у нас, это выражение. 4х минус 14. Нашли. Вычитаем p от 3х. Вот это выражение. Мы уже тоже его высчитали. Это 12х плюс 2. Но смотрите еще разочек. Я сейчас допускаю ошибку, да, получается. Я вычитаю все мое выражение p от 3х. То есть мне нужно вычесть вот все это выражение. А я вычла только 12х. Не забывайте про скобки. Ну, осталось все это про здесь. Скобочки раскрыть сначала, конечно, да. 3 умножаем на 4, получаем 12х. Так, 3 на 14. Это у нас будет минус 42. Минус 12х. И аккуратно перед двойком минус на плюс будет минус 2. Проверяем, что у нас осталось. 12х взаимничтожились. Плюс 12, минус 12. Минус 42. И еще минус 2. Минус 44. Все, это ответ. Так. Я думаю, четвертый номер вы решите, наверное, самостоятельно. Пишите его пока себе. Ответ в этом номере должен быть 12. Так. По-моему. Чуть-чуть я тут маленько пропустила. Третий номер, вернее, самостоятельно. Ответ в нем 12, да? Третий, да? Получается. Вот третий номер себя выделите, пожалуйста. То есть вы находите функцию q от b минус 1 и вычитаете функцию q от b плюс 1. Если у вас q от b, да, от какого-то выражения это 6b, минус 6b, извините. Ответ у вас должен получиться 12. Прирешайте, пожалуйста, сами. Так, ну мы не будем на этом номере останавливаться. Посмотрите, пожалуйста, пятый номер, очень интересный. Так, это больше если никому не нужно, то я сотру сейчас. Давайте посмотрим пятый номер. Вам нужно найти значение выражения а, деленное на b. Причем у вас есть выражение 2а плюс 5b, деленное на 5а плюс 2b. Мы знаем, что вот это выражение равно 1. Конечно, можно попробовать что сделать. Можно выразить одну перемену через другую или еще что-то сделать. То есть перенести 5а плюс 2b в эту сторону. То есть 2 плюс 5b равняется 5а плюс 2b. Но смысла от этого нет. Вам нужно именно а, деленное на b. Давайте попробуем вынести за скобку. Вот если я здесь, в числителе, вынесу за скобку b, что у меня получается? Смотрите. То есть я выношу здесь b за скобку. Единичка у нас была. Итак, выносим за скобку b. Оно, конечно, не делится. То есть у нас остается 2. Но мы же вынесли, то есть мы делим фактически. а, деленное на b. Вот оно как раз. Аb мы поделили на b, просто осталась пятерка. Все, 5. Внизу нам тоже нужно вынести, чтобы у нас получилось а, деленное на b. То есть мы выносим опять-таки b за скобочку. В скобках остается 5. А, деленное на b. И дальше у нас что осталось еще? Плюс сколько получается? Плюс 2, да? Да, плюс 2. И все это равно у нас единичке. Смотрим. b и b у нас сократились. Они нам больше не нужны. Сократили их. А вот та, деленная на b, нам как раз-таки нужно. И пусть она у нас будет новой переменной. Не знаю, какая-нибудь m, например. Что у нас получается? То есть мы как бы вводим новую переменную. 2m плюс 5, деленное на 5m плюс 2 равно 1. И у нас уже получается дробно-рациональное уравнение, которое можно решить. То есть переносите весь знаменатель, весь его через знак «равно» был внизу, пойдет наверх. Но мы должны учесть, что m у нас не может равняться. То есть как бы от dz m не равняется минус 2 пятым. И преобразуем просто 2m плюс 5 равно 5m плюс 2. Осталось решить уравнение относительно m. Ну, переносим 5-7 сюда с минусом влево. 2m вычитать 5m. Все равно, что от двойки отнять 5. Считаем. 2m минус 5m будет минус 3m. Равняется минус 3. Делим на минус 3. Получили, что m равняется просто 1. Так как у нас новая переменная m была как раз та дробь, что мы должны были найти a деленное на b, то ответ у нас получается как раз таки, что ответ у нас вышел 1. Следующее задание записываем. Это у нас номер 6. Если по этому номер вопросов нет, то давайте к следующим перейдем. нам нужно найти значение выражения при а равном 36,7. Если вы будете подставлять прям вот как есть, то, наверное, считать вы будете долго. Не знаю, сколько, тут еще ошибиться можно. Поэтому что надо сделать? Ну, как бы максимально наше выражение упростить. А умножить на 36а в квадрате минус 25. Умножаем мы на разность. Ну и давайте сразу к общему знаменателю переводим. Первый знаменатель у нас 6а плюс 5, второй знаменатель 6а минус 5. Явно надо первую дробь домножить на 6а минус 5, вторую на 6а плюс 5. То есть вот у нас получается 6а минус 5 минус. И вторая дробь у нас получается 6а плюс 5. Знаменатель мы с вами перемножаем. 6а минус 5, 6а плюс 5. Так. Но осталось немножечко все это упростить. Переписываем вот эту дробь. 36а в квадрате минус 25. Так, дальше. Здесь у нас получается общий знаменатель можно, да, сразу. Во-первых, обращаю внимание, смотрите, первая скобка с минусом, вторая с плюсом. Сами слагаем, если не смотреть на знаки, у них одинаковые. Это значит, у нас получается разность квадратов, да? То есть первый квадрат, 6а в квадрате, это будет 36а в квадрате минус второе число в квадрате минус 25. Вот он, наш знаменатель получается. Упрощаем теперь здесь числитель. 6а минус 5 переписали. Раскрываем скобочки. Минус 6а был минус, на плюс будет знак минус 5. Смотрим, что у нас осталось, что сократилось, да? Сокращается у нас явно вот эта вся скобка. 36а в квадрате минус 25. Дальше. Что у нас осталось? А остается, ее не с чем сокращать. Знаменательства, кстати, уже больше нет у нас, да? 6а минус 6а. Взаимничтожились. Минус 5 и еще минус 5 получаем на минус 10. Умножается а. Ну и, в принципе, это ответ. Почти что, да? Смотрите, какое было большое выражение, что от него осталось. Теперь можно легко подставить сюда 36,7 и умножить его на 10. Минус 10 умножить на 36,7. Минус 367. Все. Ответ мы с вами получили. Давайте посмотрим еще интересные, какие номерочки здесь есть. Ну, я думаю, вот номера такого плана, как, посмотрите, 9 мы только что с вами сделали. Если вам как бы надо разобрать еще номер наподобие, напишите, пожалуйста. Либо я ухожу на следующие номера. Пишите в текстовом чате, если это необходимо. Так, ну, я тогда, наверное, на следующий ухожу. Если напишите, мы всегда можем с вами вернуться к этим номерочкам. Давайте-ка посмотрим сейчас номер 10. Такой немножко тоже запутанный. Нам нужно будет найти в этом номере 10 номер. Нам нужно найти P от B, деленное на P от 1, деленное на B. Смотрим на само выражение. То есть вот выражение P от B, просто P от B, это B минус 9, деленное на B, умножить на минус 9B плюс 1, деленное на B. Все, что мы с вами знаем, это то, что B не равно 0. Давайте попробуем. Можно, конечно, попытаться здесь раскрыть скобки, но навряд ли нам что-то это даст. Давайте попробуем найти P от 1, деленное на B. Ну, а потом уже поделим, может, что-то увидим. Итак, смотрите, вместо B мы подставляем выражение 1, деленное на B. То есть вместо B подставляем 1, делить на B. Подставим. Минус 9, деленное, здесь такая трехэтажная дробь, получается 1, делить на B. Опять минус 9 умножить на 1, деленное на B. Плюс 1. Смотрится страшно, да? Но, в принципе, смотрите, 1, деленное на B. Что такое 9 делить на какую-то дробь? Что мы делаем при делении? Дробь 2 умножение делаем и дробь вверх ногами переворачиваем. То есть мы 9 умножаем на… Не, 1 делить на B, а B, деленное на 1. Ну, и, в принципе, видно уже, да? Но я думаю, что это просто 9B получается, да? Давайте так и запишем, что это у нас будет с вами 9B. Дальше. Здесь у нас минус 9, деленное на B. Плюс… Первую дробь переписали, умножили на перевернутую вторую. Получаем просто B. Ну, а теперь давайте смотреть, что же это у нас вышло. Ничего вам там не напоминает? Посмотрите-ка вот сюда. Первая скобка – 1, деленное на B с плюсом, минус 9B. Вот она, эта скобочка. Вторая скобка – B с плюсом. Вот оно. Вот, смотрите. Б с плюсом, и здесь B с плюсом, минус 9, деленное на B. Вот оно. Скобки-то у нас одинаковые получились. Ну, и, в принципе, я думаю, уже видно, что B, деленное на B, делим на B от 1, деленного на B, просто равняется 1. Вот номер смотрелся так страшно, да? На самом деле, в принципе, не такой уж сложный получается. Так, вопросы есть в Таю? Вопросов нет. Что отсюда еще можно взять? Какие номера, да? Ну, давайте 12-й номер возьмем для разнообразия, да? Ну, остальные, они все, в принципе, похожи. И тут можно 15-й взять на ваш выбор. Но если, как бы, выбирать не хотите, то выбираю уже я. Я предложил бы взять все-таки 15-й номер, немножко вспомнить перед тем, как мы с вами дойдем до корней. До корней. Итак, что у нас получается? 3а в квадрате и плюс еще в третьей степени. 7b все это в квадрате. Делим мы с вами на 21а в кубе b. И все это возводим в квадрат. Аккуратно работаем со степенями. Если мы с вами произведение возводим в какую-то степень, то мы каждый множитель возводим в эту степень. То есть у нас 3 в третьей. А вот здесь аккуратно. При произведении в степень показатель перемножаем. Дважды 3 получаем в шестой степени. Опять произведение возводится во второй степени. Значит, каждый множитель возводится в эту вторую степень. 7 в квадрате, b в квадрате. Знаменатель то же самое. Возводим в квадрат каждый множитель. Получаем 21 в квадрате. А в третьей еще в квадрате возведение в степень. Перемножаем показатель. 3х2 получаем а в шестой. b тоже возводим в квадрат. Теперь сокращаем по максимуму все, что получается. b в квадрате, смотрите, вот b в квадрате и b в квадрате сократили. а в шестой и а в шестой тоже сократили. Осталось посмотреть, что еще можно сделать с остальными числями. Не будем же мы их с вами считать. У нас есть 21 в квадрате. Что это значит? Это 21. Таблицу умножения вспоминаем. И вспоминаем, что 21 – это 3х7. Значит, это 3х7. И все это в квадрате. Так, это у нас будет 3 в третьей. 7 в квадрате переписываем. А здесь у нас каждому достается по квадрату. И тройка в квадрате, и семерка в квадрате. Сокращаем. 7 в квадрате сразу видно. Да, у нас осталось. При делении показатель вычитаем. Остается просто 3 в первой или 3. Так, немножечко вспомнили степени. И дальше мы с вами уходим на иррациональности. Давайте я немножко еще увеличу. Вот так вот. Я думаю, хорошо теперь видно. На самом деле, вот смотрится это все страшно, да, но, в принципе, не так уж все здесь достаточно тоже легко решается. Итак, первое задание смотрим. Нам нужно найти значение выражения. Я не буду переписывать. Вы перепишите себе в тетради. А я не буду переписывать. Я сразу буду пытаться как-то все это немножко раскрыть скобочки. Вы, когда работаете с рациональными числами, с корнями, вытаскиваете, у нас раз корень квадратный, можно его извлечь из квадрата. То есть, вот корень из 75 на что делится? То есть, вы берете, раскладываете на множители. 75 делится на что? Точно на 5. Ну, можно даже заметить, что делится вот раз 75, числа, которые заканчиваются на 25, на 50, на 75 и на 2 нуля, они все делятся на 25. Не знаете? 75 делится на 5. Берем по сколько получается? Так, 75 делим на… 70 делим на 5. 50 плюс 25. А получаем мы с вами… сколько получаем? 15, да? Столько 15? Это еще пятерка и тройка. То есть, вот мы разложили. 5 и 5 – 25 на 3. Есть. Минус 48. Ну, давайте думать, на что 48 делится. Лучший вариант, если вы как бы вот квадраты до 100, лучше, конечно, выучить. Ну, и явно делится на 4, да? Ну, давайте 4 возьмем. 48 поделить на 4. Осталось у нас с вами сколько? 48 поделить на 4 будет 12. 12 опять делится у вас на 4. Теперь еще четверку взяли. 12 делим на 4, получаем 3. Есть. То же самое сделаем с 12. 12 делится на 4 и 3. Теперь вот если у нас есть подкоренное выражение в виде произведения, именно если в виде произведения, то мы можем квадрат какой-то отсюда извлечь, да? То есть корень из а, деленного на b, равен корню из а, умноженному на корень из b. Вот такое свойство, да, есть корней. Кстати, я немножко напомнила. Теперь что мы делаем здесь? У нас получается, смотрите, корень из 5 в квадрате умножить на корень из 3. То есть я разложил, как видите, тоже множители взяла. Корень из 4 в квадрате, это вот у меня это число, да, умножить на корень из 3. Так, четверка – это 2 в квадрате. Корень из 2 в квадрате, вот я 4 расписала, умножить на корень из 3. А теперь корень и квадрат, они как бы уничтожаются у нас с вами. Остается 5 корней из 3 минус 4 корни из 3. И умножаем мы на 2 корни из 3. Считаем 5 корней из 3 минус 4 корни из 3. Остался просто корень из 3 в скобочках. Умножаем на 2 корни из 3. Ну и смотрите, корень из 3 в квадрате как бы точно так же взаимно уничтожается вместе с квадратой корень. И остается 2 умножить на просто вот корень и квадрат уничтожились. Осталось просто троечка. Так, дважды 3 будет 6. То есть ответ получается 6. Так, второе задание, посмотрим. У нас есть корень девятой степени из квадратного корня из m. Корень квадратный из 16 умноженного на корень из девятой степени из m. Все, что мы с вами знаем, что m больше 0. Вот что получается у нас с вами извлечь, мы сейчас извлечем. И посмотрите, лучше как отработать. То есть у нас получается m, корень из m, это что такое? Это 1,2. Корень степени 1,2. Корень девятой степени. То есть вот наш корень из m, вот он, m в степени 1,2, возводит еще и в степень 1,9. Корень из 16, я думаю, мы все-таки извлечем. Это 4 в квадрате. То есть корень из 16 – это будет просто 4. А здесь, смотрите, у нас остается квадратный корень и еще корень девятой степени из m. Точно так же, смотрите, то есть при возведении в степень показатели перемножаем. Степень получаем 1,2 на 1,9 – это 1,18. Теперь в знаменателе смотрим. У нас осталось 4. И здесь у нас остались корни. Точно так же m в степени 1,9 и еще в степени внешний корень 1,2. Получаем здесь точно так же m в степени 1,18. Ну, смотрите, 1,4 наверху m в степени 1,18 и внизу в степени m в степени 1,18. Степень у нас с вами сократились. Остается 1,4. Ну, и так как у нас с вами все-таки здесь мы будем писать в бланке ответов, то придется поделить это 0,25. И так как у нас с вами все-таки И так как у нас с вами все-таки и в степени 1,25. Так. Третий номер смотрим. В третьем номере нам нужно будет вычислить значение выражения. Опять-таки, да? У нас есть выражение x, и к нему прибавляется сумма. Замечаем, что это у нас формула. Смотрите, у нас есть x2 – это квадрат 1, 4 – это квадрат 2. Их произведение 4 – это квадрат двойки. Получается, да? Произведение 2х умножить на 2 – 4х. То есть это у нас квадрат разности получается. Это x-2 в квадрате. Вроде бы так-то все классно, все замечательно. Мы с вами корень и квадрат как бы уничтожают они друг друга. Но не забываем о том, что корень – это всегда положительное число. То есть у нас что получается? Мы к x должны прибавить положительное число, то есть модуль x-2. Не забывайте здесь про знак модуля. Когда корень вы извлечете, это всегда число именно положительное. Теперь смотрим, как же мы эту модуль сейчас раскроем. x у нас меньше или равен 2? Давайте сейчас прикинем. Если у нас x-2 равно как раз-таки, мы к нулю приравняем, то есть отрицательное число. Вы можете даже не считать все неравенством или еще что-то. Вам, в принципе, достаточно просто взять и подставить какое-то число. То есть вы можете просто знак посмотреть. Нам нужно x меньше или равен 2 взять. Придумываем какой-нибудь пример. Меньше или равен 2. 1. Ведь у нас 1, он меньше или равен 2. Подставляем сюда 1-2 и получаем мы с вами минус 1. То есть у нас ответ будет отрицательным. Вот на интервале x меньше или равен 2. Как раскрывается модуль в этом случае? Мы ставим перед подмодульным выражением знак минус. x-2. То есть вот мы его раскрыли. Минус поставили перед ним. Осталось просто раскрыть скобочки. x минус x и минус на минус у нас будет плюс 2. И получаем ответ 2. То есть вот мы с вами посчитали. Посчитали. Так. Смотрим следующее выражение. Что у нас еще тут есть? То есть я тогда стираю. Так. Ну давайте попробуем восьмой номер. Сейчас сделаем. И то же самое порешаем. Если вам нужны какие-то другие номера, то есть те, что мы сейчас решали, то пишите это все в текстовом канале. Итак, восьмой номер. Смотрим. у нас есть 2 корня из х плюс 3, деленное на корень из х, минус 3 корня из х, деленное на х, минус х плюс 5. нам нужно посчитать при х, равном 3. И опять-таки, прежде чем все это считать, по идее, нужно бы упростить выражение. Потому что если мы сейчас начнем считать, у нас здесь корень из 3 вот. и выражение получится иррациональное. И выражение получится иррациональное. Давайте попробуем упростить. Замечаем, что у нас здесь есть знаменатель х и корень из х. Ну, чтобы у нас получился х в знаменателе, наверное, корень из х нужно умножить на корень из х. Домножаем. 2 корня из х умножаем на корень из х, плюс 3, тоже умножаем на корень из х, минус 3 корня из х. А в знаменателе у нас теперь просто х. Дальше минус х плюс 5. Смотрим, что у нас здесь остается. 2 корень из х на корень из х – это будет просто у нас х. Значит, 2х. То есть корень из х в квадрате. Корень и квадрат уничтожились. 3 корня из х минус 3 корня из х. Ну и, в принципе, все. Тройка, деленная на х. Минус х плюс 5. Так как у нас наш х не равен нулю, то есть это троечка, мы можем смело сократить. У нас осталось 2 минус х плюс 5. Получается 7 отнять х. Подставляем сюда тройку. 7 минус 3. Получаем мы с вами 4. Получили 4. Давайте посмотрим 9 задание. Девятое задание. Здесь нужно вычислить. 5,6 умножить корень из 5,6 умножить на корень из 1,4 и разделить нам нужно на корень из 0,16. Во-первых, везде корни квадратные. Поэтому мы сможем смело все это внести под один единый знак корня. Здесь у нас получается с вами дробь 5,6 умножить на 1,4 внизу 0,16. Во-первых, первое, что мы делаем, это, наверное, можно, смотрите, что сделать. У нас здесь два знака после запятой. И в произведении, в числителе тоже два знака после запятой. Можно убрать лишние запятые. То есть я здесь, смотрите, сразу убираю 0, а здесь я для себя зачеркиваю сразу обе запятые. С целыми числами работать намного проще. Не забывайте только о том, что сколько знаков у вас вы переносите вправо, получается, запятой. Если на два знака в знаменателе, то два знака должно быть в числителе. Итогу у произведения. Ну, а теперь сокращаем. 56 делится на 8. У нас 56 осталось, цифра 7. Здесь двойка. 14. 14 тоже делится на 2. Что у нас осталось? Осталось просто 7,7. 7,7. Ну, то есть корень из 7 в квадрате. Квадрат и корень уничтожились. Осталось просто 7. То есть ничего такого страшного здесь, в принципе, нет. Так, давайте 11 попробуем и 10 попробуем посмотреть. 10 номер. Вам нужно, вот как мы в прошлый раз просто с обычными дробно-рациональными решали, да? У нас здесь только идет g от 3 минус х, да? А х у нас это… g от х – это вот такое большое выражение. Здесь придется аккуратно, не торопясь, просчитать сначала g от 3 минус х. 3 минус х. То есть мы прям берем и подставляем. Вместо х – 3 минус х. Значит, у нас корень 11 степени. Из места х пишем 3 минус х. Дальше 6. И вычитаем опять-таки 3 минус х. Вот оно вычитается у вас. И осталось немножко простить. Значит, корень 11 степени у нас остается. 3 минус х осталось. 6 минус 3 минус на минус плюс х, да, получается. Так. Корень 11 степени теряем. 3 минус х на 3 плюс х, да? 3 плюс х. Так, ну что можно еще сделать, в принципе, чтобы покороче записать? Это получается у нас 9, да, квадрат первого минус квадрат второго. Это а минус b на плюс b. 9 минус х в квадрате. Так. Теперь находим точно так же, аккуратно, не торопясь, g от 3 плюс х. Подставляем. Итак, сначала у нас идет х, да? х умножить на 6 минус х. Итак, подставляем вместо х 3 плюс х. 3 плюс х. Вот он, наш новый х, да? Теперь 6, вычитаем, 3 плюс х. Ну и прощаем. 3 плюс х у нас так и осталось. Здесь у нас 6 отнять 3, получаем 3. Со знакомой только аккуратно. Минус на плюс будет минус 3 минус х. Так. Ну и, в принципе, по-моему, то же самое выражение мы с вами получили. То есть корень 11 степени из чего? Смотрим на ту скобку, которая с минусом. Вот она, 3 минус х. Это квадрат первого 9 минус квадрат второго. Минус х квадрат. Вот оно то же самое вышло. Осталось нам с вами только поделить, да? g, то есть g от 3 минус х, делим на g от 3 плюс х. Ну, я думаю, в принципе, уже видно, да? Но я все-таки пропишу, что это корень 11 степени из 9 минус х квадрат. Делим на корень 11 степени из 9 минус х квадрат. Вот, все одинаково, все сократилось, осталось просто единиц. Ответ будет 1. 11 номер, смотрим. Вы выражение списывайте. Я его, конечно, списывать не буду. Мы просто будем сейчас сразу приводить к общему знаменателю. То есть нам нужно найти значение выражения. Вообще, если вот такое выражение какое-то большое идет, и нам предложено найти его значение, явно х у нас сократится в конце концов. Здесь у нас знаменатель корень из х. У второй дроби знаменатель х. Значит, чтобы нам х получить, корень из х надо домножить на корень из х. Вот домножаем. 8 корней из х минус 2. Домножаем на корень из х. Знаменатель у нас получается, да? Корень из х на корень из х. Плюс 2 корня из х, деленное на х. Домножаем. Получаем 8 корней из х в квадрате минус 2 корня из х. Знаменательный. Я думаю, понятно, что вот это у нас просто х. Плюс 2 корня из х. Смотрим, что-то у нас уничтожается уже. Во-первых, минус 2 корня из х плюс 2 корня из х. Нет их больше. 8 корня из х в квадрате. Корень и квадрат уничтожились. Осталось просто 8 х, деленное на х. Х сокращается, остается просто число 8. Давайте немножечко вернемся назад. Я еще хотела показать номер, видимо, потеряла попутно, 6-й, 7-й. Там очень такие большие числа. 6-й, 7-й номера. То есть, видите, значение получается m в степени. m равняет 4096. Давайте попробуем посчитать при таких больших числах. Итак, номер 6. В любом случае, прежде чем вы будете считать, вам нужно отработать со степенями. То есть, максимально упростить вот это выражение. корень 12-й степени из m. То есть, если мы будем подставлять, у нас очень такое все это получится. Работаем со степенями. Что значит корень квадратный? Это m в степени 1,2. Есть. корень 4-й степени. Значит, m у нас в степени 1,4. Внизу у нас получается степень 1,12. То есть, степень m – это единичка. Это числитель. А корень – это знаменатель. Вот она, 1,12. Ну и получается у нас m в степени. При делении показателя вычитаем. А вычитаем мы с вами 1,4 плюс 1,12. Сейчас аккуратно все это почитать. Так, на что домножаем? Можно ниже просто взять и посчитать, кто нам мешает. Домножаем первую дробь на 3. Получаем 3 плюс 1. 4,12. То есть, 1,2 минус 4,12. Так, сокращаем на 4. Зачем нам такие большие числа? В принципе, можем и домножить на 6. Нам как бы никто не мешает. Значит, получаем мы с вами 6 отнять 4. Все это 12. 2,12 или 1,6. Ну и получается, нам сейчас надо извлечь корень 6 степени из вот такого огромного числа. Наверное, не очень удобно. Давайте смотреть. Здесь что нужно делать? Вы начинаете аккуратно раскладывать на множитель. Можно, в принципе, вспомнить где-то класс так 6, когда вы делали разложение числа на простые множители. Помните, вот так вот мы рисовали когда-то давно. Раз оно четное, значит, делится на 2. Получаем 2048. Опять четное число, делим его на 2. 1024. Вот если есть те, кто сдавали ОГЭ по информатике, то, в принципе, 1024 уже такое достаточно известное число. Это 2 в 10 степени. Ну, если вы не помните этого, вы продолжаете делить на 2, пока делится. Так, дальше у нас получается 256. Еще раз делим на 2 – 128. То есть вы делаете разложение на простые множители. Делится на 2 – это будет 64. Так, у нас там 32, да? 16, 8. Делим на 2 – 4. Мы делим до тех пор, пока не получим число 1. Вот результат деления, да? Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. У нас с вами вышло, что наше вот это число – это 2 в 12 степени. То есть 2 в 12, да? И еще в степени 1 в 6. Перемножаем наши показатели. Получаем 12 шестых или просто 2 в квадрате. Ответ получается 4. То есть если вы сразу не видите, да, вот какая-то степень, на что оно делится, вы берете и раскладываете на простые множители. Такой-то вариант. Так. Так, еще один номер успеваем мы с вами сделать, да, я думала. Либо седьмой мы с вами сейчас будем делать, да, ну, то есть тоже здесь вот степень двойки, мы уже их, в принципе, находили. Либо можно сделать 14 номер вот отсюда. Мне, в принципе, 14 нравится намного больше. У нас получается корень из 2,25. Это не 2 умножено на 2,25, да? Это именно 2,25, то есть это смешанная дробь. Вычитаем корень из 5,25 и делим на корень из 3,20. Нам не подходят смешанные дроби. У нас должно быть подкоренное выражение. Это либо деление, то есть дробь просто, обычно неправильная какая-нибудь, да, либо умножение. Что мы делаем? Мы превращаем дроби в неправильные. Умножаем целую часть на знаменатель, 2х5, 10, и прибавляем ее к числителям. 10 плюс 2 будет 12. 12 пятых. Вычитаем мы с вами еще одну дробь. 5 на 5,25. 25 плюс 2, 27 пятых. Так, ну, здесь что можно сделать? Можно немножко перевернуть эту дробь, да? То есть умножаем на перевернутую дробь, 20 третьих. Смотрим. 12. 12 у нас делится на 4. Это 4,3, да? 4 – это квадрат, поэтому мы его как бы с вами вытаскиваем. То есть, смотрите, это 4 умножить на 3. В знаменателе у нас получается 5. Минус. Так, из 27 тоже надо квадрат попытаться вытащить. Пятерка явно у нас будет, так и останется, то есть из нее никак мы не вытащим квадрат. 27. На 2 не делится, делится на 3. 27 делим на 3, получаем 9. 9 – это квадрат тройки, то есть 9 на 3. 20. Тройка у нас, наверное, так и останется. 20. 5 на 4, да? 4 – это тоже какой-то квадрат, это квадрат двоечки. Ну, смотрим, что у нас получается, да? Так, 4 можно вынести, раз вот у нас здесь стоит произведение, теперь 4 можно вынести за знак корня. Корень из 4 – это будет 2. То есть 2 корня из 3 пятых. Здесь можно вынести корень из 9. Корень из 9 – это будет 3. 3 корня из 3 пятых. И умножаем мы с вами все это на 2, корень из 4, вытаскиваем, корня из 5 третьих. Вот здесь фактически уже умножение идет, кстати. То есть вот они, здесь вот умножение у нас. Ну, считаем, смотрите, корень из 3 пятых, да? Так как это, ну, как переменная, например, какая-то. 2а отнимаем 3а, получаем минус а, или минус корень из 3 пятых. Вот он, вышел. Умножаем на 2 и на корень из 5 третьих. И вот они, смотрите, у нас взаимнообратные числа 3 пятые, 5 третьих. То есть получаем минус 2, корень, можно под 1 внести, если хотим, да? 3 пятые на 5 третьих, я у нас здесь просто будет единичка. То есть минус 2 умножаем на 1. Ну, корень из 2 один. То есть минус 2. Так, мы, наверное, на этом заканчиваем. Время у нас с вами вышло. До свидания.